Кассета 3. Столб в православной церкви Иоанн Кронштадтский В Саратовских театрах много раз исполнены возмутительные пьесы. Первое пробуждение весны рассчитанное на растление нравственного чувства русского общества, в особенности юношества. Второе – черные вороны. Это последнее несколько прикровенно, хотя, впрочем, с весьма прозрачными подчеркиваниями и прибавлениями, вне программы, в карикатурной и крайне оскорбительной для религиозного чувства форме, осмеивает монашество отца Иоанна Кронштадтского и его почитателей. Для осуществления, или вернее сказать, воплощения этого возмутительного замысла в сценических формах, заменяющих собой здесь обычный словесно-критический язык литературных статей, лукаво придумана совершенно невозможная и вовсе не существующая какая-то якобы секта с прозрачными подчеркиваниями, ярко раскрывающими злостный замысел пьесы. Карикатурно обрисованы духовно-нравственные черты этой фантастической секты, ее отношение к какому-то святому отцу, какой-то матушке, украшенной, между прочим, вокруг головы, прислоенной к стене каким-то световым нимбом из электрических лампочек, столь же карикатурно и возмутительно пошло высмеивается обычное для всякого верующего русского человека религиозное чувство к общественной и частной благотворительности. При всем этом на сцене употребляются церковные свечи, светильники, монашеские одеяния, произносятся некоторые обычные церковно-молитвенные слова и выражения, поются даже церковные песнопения, например, да исправится молитва моя и тому подобное. Повторяю, что черные вороны, безнравственные актеры, скрытый возмутительный замысел фантастической пьесы своей прозрачно всегда подчеркивают некоторыми выражениями и действиями, допускаемыми помимо программы. Саратовское общество, верующее и держащиеся для нравственных правил, возмущено ужасно. Начальник губернии все сделал, что мог, для успокоения возмущенного чувства общества. Черные актеры значительно убавили свои подлые возмутительные подчеркивания и прибавления, помимо программы. Однако, сущие злобного замысла и даже форма его выражения от этого изменились, в общем, не так значительно и заметно. И народ оскорбленно ропщет, волнуется по-прежнему. Депутации являются ко мне буквально каждый день. Необходимо решительное распоряжение и успокоение со стороны высшей правительственной власти. Почитая своим архипастерским долгом засвидетельствовать мучительно пережитым опытом 1905 года, что помянутыми нынешними зрелищами, как банкетами и митингами того времени, наше общество в религиозном отношении, другая в политическом, последнее выражает сильные недовольства и резкие порицания против власти, как духовной, так и светской. Ввиду всего изложенного усерднейшее и неотложно умоляю ваше высокопредходительство от лица всего нашего верующего общества Саратовского. Походатайствуйте ради Бога о немедленном запрещении названных зрелищ хотя бы в пределах нашей несчастной губернии Саратовской. Вновь и вновь молю вас ради Бога, исполните эту вопиющую мою просьбу для спасения малых сих погибающих, одних от соблазна, других от недовольства, чувства, озлобления, ожесточения. Сердечно прошу ответить телеграммой для успокоения оскорбленной и невольно ропщущей части Саратовского общества. Гермоген, епископ Саратовский и Царицынский Открытое выступление истинного ревнителя благочестия и ревностного защитника православия высокопреосвященнейшего владыки Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского, возмущенного наглостью безбожников, ободренных молчанием высшей духовной власти, вздумавших перенести свое углумление над искренним чувством почитателей, искреннего пастыря и великого праведника отца Иоанна Кронштадтского на театральной подмостке, вызвало в истинно верующих христианах самую живейшую радость и успокоение. Все, которых справедливо возмущала кощунственная пьеса «Черные вороны», в силу их убежденных религиозных чувств, не могли, конечно, не выразить своей благодарности смелому поборнику и ревностному защитнику веры Христовой. С первого же момента выступления его против кощунственной пьесы, задавшейся целью осмеять, опошлить, забросать грязью клеветой истинный светильник веры Христовой отца Иоанна и его последователей, в редакцию «Кронштадтск» маяка стали поступать письма от отдельных лиц и даже групп с просьбами выразить благодарность Высокопреосвященнейшему Владыке. В начале этого месяца по почину редактора и издателя означенного журнала Большакова был послан благодарственный адрес Высокопреосвященнейшему Владыке Гермогену следующего содержания Высокопреосвященнейшему Владыке епископу Саратовскому и Царицынскому Гермогену. Владыка святый, мы истинные почитатели великого пастыря отца Иоанна Кронштадтского во главе с редактором, издателем журнала «Кронштадтский маяк» Николаем Ивановичем Большаковым, все те почитатели, которых современная жидовская печать называют сектантами, не имеем возможности точно выразить чувство благодарности за Вашу истинно пастырскую ревность к поддержанию Духа Православия в нашей измученной и стерзанной крамалой стране. Ваше печатное заявление, что Вы не находите ничего зловредного сектантского в нашем стремлении жить по-христиански, сильно подняло в нас дух бодрости, дало уверенность, что мы идем по верному, тернистому пути к достижению вечного блаженства, заповеданного Богом. Толпа, всегда слепо поддающаяся влиянию отдельных личностей, и тут оказалось слишком легкомысленно, идя на удочку слуг сатаны, исконного врага человеческого. Мы, истинные христиане, оставшиеся верными защитниками веры Христовой, наивно думали, что такое открытое глумление над верой и обрядами Православной Церкви вызовет взрыв негодования со стороны нашего столичного духовенства, но их упорное до сих пор молчание действует на нас самым удручающим образом. Правда была наряжена для расследования комиссия, но результат ее действий пока неизвестен, между тем, как кощунство продолжается, расплевая наше общество. Можно понять впечатление наше, полученное от прочтения вашего пастырского воззвания, которое показало нам, что живи еще дух истинной любви к тому, кто взял на себя грехи мира, пострадав на кресте, живи еще дух ревности в людях неиспорченных, не воспринявших в себя духа заблуждения. Это воззвание показало нам, что мы не одни стоим на страже, оберегая веру Христову, Царя Самодержавного и дорогое Отечество от вредного влияния людей заблуждающихся. Да даст Господь вам и всему истинно православному населению вашей епархии, дружно вставшей на защиту дорогой нам веры, силы и ревность продолжать свое святое дело, за успех которого мы непрестанно возносим горячие молитвы к престолу Всевышнего. Да проникнет оно в самые сокровенные уголки нашей необъятной Руси, пробудив в православном народе дружное стремление. Редактор и издатель журнала «Кронштадтский маяк» Большаков. В скором времени после отправления этого адреса по назначению наша редакция была осчастливлена получением ответа, который мы тут же помещаем. Милостивый государь, господин редактор, Преосвященный Владыка Гермоген ипископ Саратовский Царицынский поручил мне выразить вам его глубокую благодарность за ваше внимание и письмо, полученное в начале текущего ноября. Владыка обещается вам спустя несколько дней и написать сам, теперь же почти ежедневно службы. Преосвященный Владыка просит вас напечатать в вашем уважаемом журнале «Кронштадтский маяк» телеграмму, посланную им в петербургскую газету «Колокол». При всем прилагается телеграмма и отдельными оттисками лески «Черные вороны». Не найдете ли вы возможным распространить эту телеграмму «Черные вороны» в Петербурге, кроме напечатания в «Кронштадтском маяке» и отдельными лесками, если вам угодно, мы можем выслать вам. С глубоким почтением к вам, Саратовского архиерейского дома и Родиакон Павел Кусмарцев. 14 ноября 1907 года. Телеграмма епископа Гермогена. 12 ноября епископом Гермогеном посланном в редакцию газеты «Колокол» ниже следующей телеграммы. Усерднейший прошу редакцию напечатать следующую мою статью «Черные вороны». В номере 520-м, досточтимой газеты «Колокол», я прочел, нисколько не удивившись, вполне характерное по содержанию письмо лица самого близкого родного черным вороном Протопопова. Она объясняет создание «Черных воронов» якобы из возвышенных мотивов, именно из православно-миссионерских своих намерений. Каково, подумайте. А преступная театральная сцена вдруг сопричислила это родное детище своего искреннего служителя и защитника к разряду явлений совершенно однородных, к злокачественным пробуждениям весны, и вороны Протопопова действительно, по искреннему решению самих же актеров, сопровождают собой всюду эту пошлую и отвратительную весну, как сродную себе стихию, созданную нам лукавым освободительным движением. Теперь стало вполне очевидным, что как весна, так и ее враны Протопоповские, жизнь человека, сестра Беатриса и чудо-странника Антония, ярко обозначают собой ничто иное, как новый фазис, новый уклон продолжающегося демонического движения, или же, если хотите, особый вид безбожного антихристианского миссионерства. В самом деле нельзя не заметить того, что оставленное пока на время, как неудавшееся бывшее революционное политиканство, вдруг точно понаперед начертанной программе, очевидным образом сменилось повсюдным, как бы миссионерством, то якобы моральным, то якобы религиозным, в сущности, конечно, и антиморальным, и антирелигиозным. И вглядитесь, как одни и те же лица мгновенно стали приспособляться к совершенно противоположным, чем прежде, занятиям. Так в литературе, в сфере образования, общественного мнения и тому подобное, даже наконец на театральной сцене появились революционные разновидности под личиной точь-в-точь миссионеров, притом исключительно православных. С другой стороны, и самые театральные сцены и актеры стали вдруг почему-то сродни нашим заправским по должности миссионерам. О, превратное время! О, лукавые хамелеоны, низкие клевреты и прислужники злого духа времени! Неужели вы думаете, что праведный суд Божий не отыщет вас под нас коронадетыми и плохо прилаженными личинами? Ведь нашел же он многих ваших товарищей, злодейски подвязавшихся в бывшую, так еще недавно, политиканскую революционную эпоху. Этот же суд не дремлет и над теми лютыми товарищами вашими, которые, подобно вам, тоже в своем роде миссионерствовали и еще теперь миссионерствуют. Именно прививают народу русскому злодейский дух, грабительство, нещедение жизни и всякого другого блага всех людей, бедных и богатых. Этим своеобразным лихим миссионерам, лихим людям, вы, протопоповские вороны, жадные любители весны и других подобных пробуждений в кавычках, вы вполне помогаете, вы содействуете этим разбойникам и даже, очевидно, преднамеренно спешите расплодить их побольше, опустошая душу и сердце народа от охраняющих его религиозных живых чувств. Вы преднамеренно, также ради содействия товарищам, угошаете светлую нравственную чуткость народа русского, в особенности нашего юношества. Вы, очевидно, евреи и бывшие русские люди, исполняя свое подлое служение, свой кровавый культ бесу, мятежей и революции, хотите вызвать теперь из недр самого народа, воспитать и затем бесчеловечно толкнуть на нашу родную Россию другую революционную волну, вместо недавней, особую, как бы самородную, самобытную волну, дикой и пьяной смуты междоусобицы, подобной бунту Пугачева. Но кто, как Бог, небесный архистротик и земной архистротик России, с пламенно верующим и светло одушевленным могучим ополчением из среды того же православного народа русского, мы глубоко верим, запретят, пресекут и разрушат все ваши злодейские замыслы, построения и сооружения. Вот уже народ сам своим чутьем и распознал, кто вы, непрошенные просветители, черные расплители народного духа, сущие вороны, скрывающиеся под личиной театральных православных миссионеров, для проведения в жизнь, в душу народа русского, своей подпольной демонической миссии, вы воспользуясь вполне подходящим для ваших целей учреждением театром. И вот во всех городах, по всему лицу русской земли, на театральных подмостках, совершается теперь давно предначертанный и составный замысел о смеянии и подрыва религиозного чутья и чувства народа русского, при пособии попутного вытравливания чувства нравственного. Всюду теперь черные вороны каркают и высмеивают то Богородицу, то преподобного Серафима, издевается над русским православным монашеством, оскорбляет насмешливыми сценами отца Иоанна Кронштадтского, дошли, наконец, недавно до осмеяния святого Иоанна Крестителя. Впрочем, Протопопов причисляет помянутых святочтимых лиц к кумирам православия, и поэтому он, как главный из театральных миссионеров, спешит освободить народ от чувства обаяния и почитания к этим лицам. Сам он, Протопопов, однако в своей черной комедии не называет великих и святых имен, дорогих для верующей души народной, а предоставляет это делать на местах, как рабочим и ремесленникам, самим актерам на театральных сценах. И вот мы видим теперь, как всюду, во всех концах России, подстрекнутые и воодушевляемые самим отцом черных воронов, товарищи актеры совершают свой общий злостный заговор, доканчивает задуманное общее подлое дело религиозно-нравственного пустошения России путем сценических представлений этих духовно-убийственных разрывных орудий, производящих всюду возмутительные попрания и страшное истязание живых религиозных и нравственных чувств народа. Итак, в этой новой лихой године революционно-убийственного движения повторяются все прежде уже испытанные товарищами способы крушения жизни и духа народных. Притом, вглядитесь, здесь есть подстрекатели, действующие за спинами товарищей, и есть и послушные исполнители их велений. И так было бы просто смешно не замечать, ибо стало ясно, как Божий день, что для театральных черных воронов, их лихих миссионеров, вовсе не важно то обстоятельство, существует ли или вовсе не существует какая-то тайная секта ионитов. По нашему детоварищескому мнению, конечно, существует, раз есть обаяние к лицу, как к какому-то кумиру или лицу духовную власть, имущему над духом и сердцем народа. Значит, по плану подпольных миссионеров надо взорвать это лицо на воздух. А что при этом может погибнуть великое множество других людей, многие будут искалечены навсегда в духовном отношении? Это так им и нужно. Ведь это уже принятый способ товарищей. И вот товарищи составляют духовно-нравственную бомбу из первой попавшейся в пустой коробке каких-то там ионитов зажигая фитиль на подмозгах и готово. Есть и другие подобные бомбочки. Вот общие конструкции, без русских гвоздей и шпилек, жизнь человека, сестра Беатриса, чудо-странника Антония, Иуда Искариот и прочее, прочее. И так очевидно, как ясный Божий день, что товарищи, актеры и их подстрекатели, театральные сочинители, предприняли в Россию особую духовно-нравственную крамолу или революцию. В заключение, ради неизменно дорогой и святой личности отца Иоанна, вновь и вновь считаю долгом засвидетельствовать на основании имеющихся точных данных, которые вскоре сообщу в печати, и моего личного глубокого убеждения, что такой секты, какую и сочинил Протопопов, вовсе нет налицо, как секты, именно как организационной, эритической, религиозной группы. Вот, например, телеграмма епископа Пермского Никанора. Она указывает лишь на некоторых женщин, злоупотреблявших именем отца Иоанна Кронштадтского, а вовсе не свидетельствует о появлении какой-то секты ионитов. Ведь известно, конечно, что дурные люди способны злоупотреблять святыми предметами и святыми именами. Следовательно, вовсе нет ничего удивительного в том, что какая-нибудь ничтожная группа людей негодных пользуется высокочтимым и драгоценным для верующего русского сердца именем отца Иоанна Кронштадтского для своих низких целей, эксплуатируя так или иначе благоговейное чувство почитателей этого великого молитвенника русской земли, облагодетельствовавшего миллионы людей религиозно, нравственно и даже материально. Благодаря этим именно разносторонним, несметным благодеяниям отца Иоанна издавна уже в Кронштадте, в Петербурге, в Москве, Саратове, Харькове, Одессе и во всех, буквально во всех городах и селениях России рассеяно там и там многолюдными группами всероссийское, многомиллионное община, объединенное как благоговейной любовью к самому отцу Иоанну Кронштадтскому, так и к Сеофану Затворнику, преподобному Серафиму Саровскому, Амросию Оптинскому и ромонаху Варнаве, недавно посевшему в Москве, и другими словами, ко всему необъятному сонму святых мужей, составляющих как бы светлый млечный путь на обширном многовековом небосклоне России. Итак, вся Россия, блестающая, как драгоценными бисерами, светлыми ликами своих святых мужей, ее столь чудно озаряющих, запрещает тебе темная стая черных воронов, жалких писак и актеров, оскорблять ее в лице ее святых досточтимых сынов, составляющих ее вековое и вечное сокровище и лучшее достояние, которым она возвеличена и благодаря которому она может стоять твердо и непоколебимо ввиду всех других различных богатых в других отношениях народов мира. А таковое именно возмутительное оскорбление наносится всей России, когда в лукавой карикатуре с прозрачно подчеркнутым замыслом осмеивается не какая-нибудь ничтожная группа жалких и негодных людей, но намеренно затрагивается и высмеивается святая личность великого мужа, несказанно дорогого для всей верующей России. Итак, черные вороны, перестаньте кружиться и глумиться над Россией, перестаньте, пока еще не поздно. Гермоген, епископ Саратовский и Царисинский. 1907 года, 5 декабря, с поездом в 10 часов утра по Балтийской железной дороге выехала в Кронштадт с целью посетить болящего, высокочтимого и горячо любимого всею православной Руссию кронштадтского пастыря отца Иоанна Ильича Сергеева, высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский, преосвященный Серафим Орловский и Гермоген Саратовский, в сопровождении пастырей и мирян из почитателей отца Иоанна. В том числе были, в том числе, протеерей, восторгов. Поездку предполагалось совершить как совершенно частное паломничество к угасающему физически великому церковному светильнику и народолюбимцу пастырю. Но распространившаяся по Кронштадту вещь, что прибудут в город высокие гости и иерархи, подняла на ноги и местные духовенства, и представителей власти и общества. На вокзале встретил архипастер и жандармский офицер и приветствовал святителей от имени главного начальника порта. При звоне колоколов в архипастере вошли в собор, который был освящен полным освящением и наполнен множеством народа и представителями общества. Здесь же были при орденах и в форме генерал-губернатор, генерал Иванов, начальник порта и губернатор Кронштадта, адмирал Никонов. Духовенство соборное встретило владыку в полном облачении, причем ключарь собора по Таире и Попов. Обратился к высокопреосвященному митрополиту с прекрасной речью, в которой ярко выразил и сильно подчеркнул такую мысль. Промчавшийся по Руси циклон освободительной смуты особенно свирепо пронесся над Кронштадтом и нагнал сюда немало черных воронов, падких на всякую мерзость, не щадящих никого и ничего, одобряющих все, что идет на пользу революции и для свержения чтимых Святую Русью авторитетов. Оратор просил у владыки молитвенной помощи и заступления в борьбе с черными воронами, героями нашего крамольного подлого времени и благодарил за высокое внимание к болящему отцу Иоанну. Черные хищники обычно слетаются туда, так приблизительно ответил владыка, где труп, и уснащаются там, где добыча. Кронштадт всегда был и есть благодаря пастырским подвигам, вере и милосердия болящего, ныне высокочтимого старца-пастыря, в глазах всей истинно русской православной верующей России местом, где вожжен маяк, где сияет звезда веры и ревности о Церкви Божией. Пригнанные попутным ветром буйны, газины, черные вороны, даст Бог скоро разлетятся, им здесь добычи не найти. Молитва веры верного служителя Церкви была и добудет впредь спасательным, спасительным маяком для буреваемых и здесь напастями нашего смутного, свободного от веры и совести времени. Приложившись к кресту и приняв окропление святой водою, святители проследовали на поклонение святым иконам и святому престолу, лопевшие, одетые в парадные кунтуши, тихо запели достойно входное. Дьякон произнесся к тенею, а затем провозгласил многолетие, в том числе и архипастырем-гостям. Высокопреосвященный митрополит произнес последнее многолетие сам церковнослужителям, градоначальнику, военачальнику и всем православным жителям города сего, благословив народ архипастыре и, сопровождавшие их, отправились в дом к отцу Иоанну. К высоким гостям и посетителям скоро вышел и дорогой батюшка, но уже не то и всегда быстрой и бодрой поступью. Отец Иоанн сильно приутомлен болезнью. Посидел, лицо вытянулось и свидетельствует, исхудало, имеет бледно-желтый восковой цвет, свидетельствующий об изнурительной лихорадке. Чудные голубые глаза уже не блестят прежнюю живостью, а имеет взор потухающий, хотя полны той же пленяющей доброты и ласки. Голос гораздо мягче и не имеет тех резких надорванных нот, которые слышны были ранее от переутомления. В сердца любящих отца Иоанна почувствовали, что тяжелая немощь изнуряет великого старца, пастыря православной России, и едва ли долгие будут дни его жития. Некоторые из приезжих не могли удержать слез, лобзая, может быть, в последний раз, дорогого батюшку. Сердечно благодарю вас, высокие гости, при освящении шархи-пастыре, что вспомнили меня малого и посетили мои немощи, в особенности лобзая вашу любовь, высокопреосвященнейший владыка. Прибыли генерал Иванов и адмирал Никонов. Болящего старца владыка митрополиту садил с собой рядом на диване. Отец Иоанн попросил благословить чай и поданную закуску. Сам всем гостям налил и подал по рюмке вина и провозгласил здоровье высоких дорогих гостей. Высокопреосвященный митрополит пожелал здравия болящему, всем дорогому хозяину и многих лет жизни на благо святой церкви. Все дружные от полноты любящего сердца пропели многие лета, что, видимо, глубоко тронуло страдальца. Отец Иоанн просидел с гостями более получаса, оживленно беседовал о своих летах, ему теперь 79 лет, о немногих здравствующих товарищах-архипастерях, рассказывал о своей мучительной болезни, не дающей ему ни днем, ни ночью покоя более чем на 15-20 минут. И только во время богослужений, которые он снова, упреки требованиям врачей, начал отправлять ранним утром, природа дает ему ослабу часа на два. Особенно слабеет сила от отсутствия аппетита и полного бездействия желудка, твердого ничего не может принимать. Несмотря на требования врачей, как непреклонно ревностный хранитель церковных установлений, отец Иоанн наотрез отказался от скоромного питания, хотя бы и в виде лекарства. «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания, для предощущения моей грешной души», смиренно сказал отец Иоанн, заканчивая скорбную повесть о своей болезни. «Оживляет святое причастие». Почувствовав слабость сил, он удалился в келью. Высоких паломников-архипастерей, начальствующих лиц и всех присутствующих, протоиерей Попов пригласил в свою квартиру на трапезу. Здесь почтенный сослуживец высокочтимого отца Иоанна выразил глубокую признательность владыке-метрополиту за посещение болящего старца Икхронштадта, который глубоко чтят в московском архипастере достойного преемника великих московских святителей, молитвенников и начальников земли свято-русской. Владыка-метрополит ответил глубоко всех захватившей речью о достойных носителях здравого русского ума. После трапезы высокопреосвященный митрополит снова посетил отца Иоанна, который вышел закутанный в шубу с ясно выраженным лихорадочным процессом. Здесь же была и супруга отца Иоанна, такая же слабая стареца, как и он. Владыка вспомянул о посещениях отцом Иоанном Москвы, просил покрыть своей любовью, если когда недослуги мешали оказать ему духовное внимание, и просил молиться и всей будущей жизни. Старец, видимо, взволнованный, ласкою святителя сказал, «Вы, Владыка, святые, меня простите. Я всегда в сердце своем носил и сохраню до конца дней моих особую любовь и почитание вашей святыни». Попрощавшись, Владыка заехал с визитами генерал-губернатору и губернатору и отбыл в Петербург в четыре часа дня, сопровождаемый красным звоном колоколов Андреевского собора, а при освященной Гермогене Серафим, оба духовные дети отца Иоанна, решили остаться, чтобы на другой день помолиться в Андреевском соборе, еще раз насладиться лицезрением славного всероссийского пастыря и беседуя с ним. Торжественно было всеночное обдение накануне праздника в память святителя Николая. Народ не вмещался в обширном храме. На Литию и поле Елеи выходили оба преосвященные, и оба же помазывали богомольцев святым Елеем, пока они утешили всех до единого. Помазание продолжалось и после окончания службы. На другой день в самый праздник к раннюю обедницу жил сам отец Иоанн, почувствующий себя под влиянием утешения духовного гораздо крепче, чем в предыдущие дни, когда он не в силах был совершить литургию и причащался на дому. Все радовались этому приливу силы, бодрости к дорогому батюшке. Поздние литургии совершили оба преосвященные. Опять собор был переполнен, царила необычайная тишина, чувствовалось повышенное молитвенное настроение. В соборе видны были и представители власти в мундирах и лентах, и простые крестьяне и крестьянки, пришедшие издалека к великому молитвеннику. Все чувствовали, что архипастыри, пламенные почитатели отца Иоанна, приехали почтить его святость, помолить о его здоровье, засвидетельствовать ему свою любовь и глубокое почтение. За литургией оба архипастыри и протеерей Иоанн Восторгов произнесли проповеди. Речи были выслушены с особым вниманием, когда же они касались лица и деятельности отца Иоанна, когда упоминали о гонении на него со стороны разнузданной печати, то рыдание и плач прерывали проповедников. Мысли о том, что литературные разбойники и разбойники сцены дерзнули оскорблять святую личность чтимого пастыря, мысль эта захватывала всех и вызывала у всех глубокое чувство негодования. По окончании службы без конца слышались благодарности прибывшим гостям за слово и молитву, слышались отовсюду просьбы способствовать прекращению безобразной наглой печати и сцены. С девяти часов утра и до трех часов дня длилась служба и последующее благословение епископам Ермогенам многочисленных богомольцев. После литургии оба епископа и сопровождающие их лица посетили отца Иоанна. Старец встретил их выражением жирейшей благодарности за службу и слово назидания и вручил от себя преосвященным и отцу Иоанну восторгуют святые иконы. Затем с ними он удалился в свою уединенную келью и там беседовал около часу по его словам о предметах первейшей важности. Собеседники вышли от отца Иоанна растроганы и в слезах. Отец Иоанн и его гости вместе послали царственному имениннику государю императору поздравительную телеграмму, которая была составлена в следующих выражениях. Царское Село Его Императорскому Величеству Государю Императору Сегодня в Кронштадтском Андрейском Соборе служением двух архиереев множества духовенства при великом стечении верующих вознесены нами молитвы о державе, победе, пребывании в мире здравии и спасении Твоем, возлюбленный наш самодержест и венчанный вождь России. Приносим поздравления наши Тебе со днем те за именинства, «Победайте за именитой, ты разрушишь все козни вражии!» Твои, государь, верноподданные богомольцы протеерей Иоанн Сергеев, гермоген епископ Саратовский Царисинский, серафим епископ Орловский Исевский, протеерей Иоанн Восторгов. 7 декабря батюшка имел счастье получить из царского села от государя императора следующую милостивую телеграмму. «Сердечно благодарю вас, отец Иоанн, и прошу передать преосвященному гермогену епископу Саратовскому и Царисинскому, и серафиму епископу Орловскому и Севскому, и протеерею Восторгову мою душевную благодарность за молитвы и благопожелания. Надеюсь, будете иметь облегчение вашего недуга. Николай». Светлое чувство умиления и молитвенного подъема духа осталось у всех участников этого торжества. «У нас Пасха», говорили воодушевленные и умиленные богомольцы. Вернувшись из Кронштадта, святители восхотели помолиться на Карповке о здравии болящего дорогого батюшки. 9 декабря в Иоанновском женском монастыре на Карповке с большой торжественностью совершено было богослужение, привлекшее многочисленных богомольцев с разных концов города. Божественную литургию совершали во главе с Высокопреосвященным Антонием, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, Преосвященный Гермоген, епископ Саратовский-Царицынский, Преосвященный Серафим, епископ Орловский и Севский. Во время Ектинеи были провозглашены особые моления за драгоценнейшее здравие достащимого пастыря, ныне болящего отца Иоанна Кронштадтского, общая горячая любовь, которому главным образом и собрала такой многочисленный сон духовенства. И надо было видеть, как многие из присутствующих богомольцев, не исключая и духовенства, со слезами на глазах возносили горячее моление к престолу Всевышнего, чтобы почувствовать всю полноту глубокой, неразрывной духовной связи присутствующих с этим великим учителем православной церкви и ярким светильником веры Христовой. После окончания литургии и за литургией раздавались листки, разоблачающие желания и действия без веров, разрушителей религиозных чувств народа. Это обличительное слово, полное горькой правды, ярко рисует причину нападок их на истинных православных христиан, горячо, беззаветно любящих дорогого пастыря отца Иоанна, прозванных за эту любовь Иоаннитами. Энергичная деятельность епископов Гермогена и Серафима в борьбе с черными воронами увенчалась успехом. Кощунственная пьеса была запрещена, а сами ревнители православия были почтены назначением присутствовать в Священном Синоде. Дорогой батюшка был назначен членом Священного Синода. И правда воссияла светлее солнца. Страница 721. Последние дни отца Иоанна Кронштадтского. В последние месяцы земной жизни дорогого батюшки следует отметить знаменательное посещение дорогим батюшкой, сооружаемого в Кронштадте громадного морского собора. Когда лет 13-15 назад была совершена закладка нового морского собора в Кронштадте, еще на ней отец Иоанн предсказал свою кончину. После приветственного слова по поводу торжества закладки он сказал, «А когда стены нового храма подведут под кровлю, то меня уже не станет». Приближалась осень 1908 года. Постройка собора подходила к концу, стены были подведены под кровлю. Дорогой батюшка в этом подведении соборных стен под кровлю усмотрел для себя знамение, возвещающее ему с неба о близости дня кончины его земной жизни. Того дня, когда он, дорогой пастырь, опора, твердыня, истинная, нерушимая России, внидит в небесные кровы, и его душа, всегда жившая на земле в помощи Вышнего, по смерти в крови Бога Небесного дворица. И вот, подобно тому, как святой пророк Моисей, богоизбранный вождь еврейского народа, перед смертью восходил на гору Нево, так и великий молитвенник земли русской перед своей смертью, невзирая на крайние немощи предсмертное истощение сил телесных, посетил собор и с помощью людей поднимался до самого купола. Великий духовный восторг засиял в очах дорогого пастыря. Он всегда любил храмы Божии. Подобно тому, как богоизбранному ветхозаветнему боговицу Моисею была дорога гора Синай, на которой он беседовал с Богом. Так и для величайшего из пастырей Руси православной был дорог храм Божий, как место его незримых миру бесед и духовных общений с Богом. Тогда же дорогой батюшка послал всеподлиннейшую телеграмму государю императору, на каковую удостоился получить высокомилостивый ответ. Государь-император высочайше соизволил удостоить протеерея Иоанна Ильича Сергиева Кронштадтского следующей высокомилостивой телеграммой протеерею Кронштадтского ипархиального собора Иоанну Сергиеву. Благодарю вас, батюшка Иоанн Ильич, за добрую память. Желаю вам здоровья и сил. Так же дождаться радостного дня освящения морского собора Николай. Телеграмма эта последовала в ответ на следующую телеграмму. В Новый Петергоф, Его Величеству, Государю и Императору, Ваше Величество, хотя и больной я, но глубоко интересуюсь сооружаемым по вашему чинею инициативе, морским собором в Кронштадте. Я с помощью людей побывал в нем, осмотрел его внутренность с возвышенности и удивился его красоте, размерам, архитектуре, смелости и высокому художественному вкусу архитектора и его помощника. Я души пожелал, как и всегда, Вашему Величеству благоденственного и долгоденственного царствования вместе с их величествами, государами, императрицами, и наследником цесаревичем и дождаться благополучного окончания этого святого величественного дела и освящения его, столь же торжественного и радостного, как и бывшие закладки его. Ваш верноподанный протеерей Кронштадтского ипархиального собора Иоанн Сергеев, блаженная кончина отца Иоанна, перенесение гроба из Кронштадта Петроград на Карповку, Панихиды, поминовение в 9-20-40-й день, дивное знамение загробных молитв отца Иоанна, высочайший рескрипт об увековечении его памяти, чудеса пригробницы. В начале декабря 1908 года болезнь дорогого батюшки усилилась и обострилась. 6-го декабря он служил литургию, но потом, после совершения им последней литургии 9-го декабря, он окончательно слег в постель и уже больше никого не мог принимать. До самой смерти его причащали ежедневно. Вместо всяких лекарств батюшк копил только воду из источника преподобного Серафия Масаровского и употреблял миндальное молоко. В последние дни отец Иоанн все время находился в комнате с открытой форточкой, всегда в шубе и полу лежал в кресле. Дорогой батюшка еще задолго предвидел свою кончину. Когда лет 13-15 назад была совершена закладка нового морского собора в Кронштадте, еще на ней, отец Иоанн как бы предсказывал свою кончину. После приветственного слова по поводу торжества закладки он сказал, а когда стены нового храма подведут под кровлю, то меня уже не станет. Так оно и случилось. Незадолго до смерти, будучи совершенно больным, покойный несколько раз справлялся. Много летней осталось до 20 декабря. В ноябре он заблаговременно разослал всем почтальонам, рассыльным и тому подобным людям, исполнявшим его поручения праздничное на Рождество, а то и вовсе не получит. Находясь в забытии 18 декабря он спросил игуменю Яновского монастыря на Карповке мать Ангелину, которая сегодня число. Ему ответили 18-е. «Ну хорошо, значит еще два дня», сказал отец Иоанн и опять потерял сознание. Последние три дня болезнь приняла особенно тяжелый характер. 17 декабря он пожелал быть на воздухе и поехал покататься в экипаже случайного извозчика, который привычек батюшки не знал, катал его очень долго и батюшка простудился. Болезнь осложнилась. На другой день он почувствовал сильную слабость и 19 декабря утром уже не мог выйти в переднюю, чтобы встретить священника со святыми дарами, как делал это ежедневно, и причастился только святой крови. Весь этот день пастырь-мученик находился как бы в забытье, с закрытыми глазами, оставаясь почти все время в кресле. По временам были слышны его стоны, которые говорили присутствующим о тяжких страданиях. Однако сознание было ясным у батюшки до конца. Последнее распоряжение он сделал 19 декабря в 8-м часу вечера. Настоятельница Иоанновского женского монастыря и игумени Ангелина, проведшая при батюшке весь этот день, просила у него благословения осветить храм, усыпальницу, который был давно готов, но не освящен. На эту просьбу батюшка ответил «Да, да, осветить» и поднял руку в знак благословения. Игумени, приняв благословение, уехала в монастырь, готовясь к освящению. Освящение храма было совершено 21 декабря благочинным монастыря архимандритом Макарием, стричным монастыря. Вдова покойного, давно страдающая водянкой в спец ухудшившегося здоровья супруга, окончательно расстроилась из-за немогла. У нее сделался острый нервный припадок. По просьбе престарелой и больной супруги отца Иоанна Елизаветы Константиновны, в квартире батюшки остался на ночь священник Иоанн Арнацкий, а также Шемякина, сродники почившего, которые вместе со слугами батюшки не отходили от него всю ночь. Но они не могли облегчить страдальца. От всякой врачебной помощи батюшка решительно отказался и после восьми часов только два раза согласился принять по нескольку капель святой воды. В десять часов батюшка выразил желание встать с кресла. Его подняли и помогли лечь в постель. Но через несколько минут он опять пожелал встать и оставался в кресле до часу ночи в том же положении как прежде. Где были в это время мысли страдальца пастыря неизвестно. Вероятнее всего он молился в последний раз тою умную молитвою, которой любил отдаваться в то время, когда измученный целодневными трудами возвращался в город Кронштадт в вагоне и на пароходе. А теперь предстояло нечто более важное. утружденный многолетними подвигами пастырства в своей земной жизни, дорогой батюшка приближался к иному граду Иерусалиму небесному, к вечным обителям царства славы, где уже уготовано было ему место упокоения. Во втором часу ночи батюшка дрожащей рукой сделал знак, что он желает встать. Его опять подняли, на этот раз ноги отказались служить ему. Болящего уложили в постель. Вместе с тем, в виде тяжелого положения, просили ранее обыкновенного времени совершить литургию, которая началась в три часа утра, а около четырех часов священник Иоанн Ржановский, заменявший болящего духовника батюшки, и соборный священник Николай Петровский, прибыли со святыми дарами. Батюшка в последний раз причастился святой крови. После причастия он сам утер уста свои, и некоторое время был совершенно спокоен, потом произнес последние слова «Душно мне, душно». И знаками просил освободиться от лишней одежды, будучи в теплом подряснике. Просьба была исполнена. Вскоре батюшка впал в забытье. Дыхание было спокойное, но становилось все тише и тише. Священник Карнадский стал считать канонный исход души, а затем отходную. И когда подошел к одру умирающего, он лежал неподвижно с руками сложенными на груди. Едва заметны были последние вздохи, и великий пастырь совершенно спокойно предал Богу дух свой. Глаза досели закрытые, чуть-чуть приоткрылись, и из них показались чистые, как хрусталь слезинки. Это были последние слезы великого молитвенника страдальца. Стало очевидно, что праведная душа его перешла в тот мир, где нет болезни, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная. Мощный дух покинул бренное тело старца в 7 часов 40 минут 20 декабря на 80-м году от рождения. Супруга была принесена по крайней ее слабости попрощать уже тогда, когда великий страж веры отошел в горнюю обитель. Рыдания и слезы досели сдерживаемые, вырвались у очевидцев великого таинства смерти, и вместе с ней с быстротой молнии стала передаваться весть о ней из уст в уста. Первым прибыл к кадру почившего ключаря Андреевского собора протоиерей Попов, сам заболевший в этот день воспалением легких и другие члены притча Андреевского собора. Все они вместе со священниками Арнатским и Оржановским совершили положенное для священников по уставу церкви помазание елеем всего тела почившего, причем дивились к крайнему истощению страдальца, желудка как будто совсем не было, одни косточки. После помазания в возе почивший одет был во все священные одежды, им самим для этого предназначенные. На голову возложена митра, как победный венец. Лик почившего принял величавый и спокойный вид, и весь он одет и в полное священническое белое облачение и в белой митре напоминал собой светлого ангела. Верим и надеемся, что Господь принял ангельскую душу верного раба своего в светлые обители свои, и что православная Русь будет иметь в нем молитвенника и предстателя у престола Господня. После облачения почивший на руках священнослужителей в предшествии Клира, перенесен был сложа смерти в другую комнату, где ослужена была тотчас же первая панихида. В то же время торжественно печально загудел колокол Андреевского собора, извещая жителей Кронштадта о великой невознаградимой утрате. О кончении высокочтимого пастыря было немедленно сообщено по телеграфу в царское село в Гатчину митрополиту Петроградскому Антонию и обер прокурору Священного Синода. На всеподанишем докладе последнего о кончине протеерея Иоанна Ильича Сергиева государю императору благоугодно было 21 декабря собственноручно начертать со всеми почитавшими усопшего протеерея отца Иоанна оплакиваю кончину его. От имени их императорских величий с государынь императорис и Марии Федоровны и Александре Федоровны на гроб почившего были возложены венки. В соизволении высокопреосвященнейшего митрополита Антония в Кронштадт отправился преосвященный Кирилл епископ Гдовский о чем просил его сам батюшка перед своей кончиной. Преосвященный Кирилл прибыл в Кронштадт 20 декабря около 5 часов дня. Приехав прямо на квартиру отца Иоанна он совершил третью панихиду. Вторая была отслужена в один час дня в присутствии главного начальника Кронштадта генерала Артамонова, главного командира Кронштадтского порта контр-адмирала Григоровича и других начальствующих лиц. Вечером тело почившего было положено в дубовый гроб и отслужена панихида преосвященным Кириллом при участии местного духовенства. В тот же день весь Петербург уже знал о кончине батюшки. Немедленно во всех почти церквах начались служения панихид. Раньше других церквей получено было печальное известие в Иоанновском монастыре. Тотчас все сестры собрались в церковь и их рыданиями сопровождалось все служение панихиды. Утром 21 декабря на Балтийском вокзале несметные толпы народа брали билеты устремляясь в Кронштадт. Никаких разговоров слышно не было, все ехали молча, изредка перекидываясь отрывочными замечаниями. Создалось особое благоговейное настроение. До самых сумерек поезда подвозили все новых и новых паломников. В Ураньенбауме спрос на избойщиков был огромный. Кибитки, дровни, сани тянулись по льду черной вереницей целый день. Всю ночь на 21 декабря у ворот церковного дома толпился народ. Стояла длинная цепь желающих проститься с отцом Иоанном. С 11 часов вечера дверь квартиры почивавшего пастря была закрыта. И доступ к публике прекращен к почившему пастырю. В 9 часов утра на квартире почившего совершили последнюю панихиду. На панихиду собрались представители местной администрации и многое множество почитателей. Небольшая квартира далеко не могла вместить всех собравшихся. После панихиды гроб на руках духовенства был вынесен из квартиры. На дворе его приняли на руки главный начальник Кронштадта генерал-лейтенант Артамонов, кронштадтский военный губернатор контр-адмирал Григорович, комендант крепости, городской голова, соборный староста Марков и другие лица. Под печальный перезвон колоколов собора процессия предшествия иконы Харугвий направилась по Андреевской улице к Андреевскому собору. Вдоль улицы стояли сухопутные войска шпалерами, трудом сдерживая многотысячную толпу. Окна, заборы и даже крыши домов были усеяны народом, жаждашим взглянуть на перенесение тела высокочтимого пастыря. Многотысячная толпа рыдающего народа стояла за шпалерами войск. Вырывались громкие вопли. дорогой батюшка, родимый, красное солнышко, не оставляй нас, моли за нас грешных и тому подобное. Когда печальная процессия приблизилась к Андреевскому собору, гроб опять взяла на руки духовенство во главе с преосвященным Кириллом и внесло в церковь украшенную тропическими растениями. Собор был переполнен, но тысячи народа толпились еще на площади и Николаевском проспекте. Началась литургия, которую совершал преосвященный Кирилл при участии многочисленного духовенства. После литургии служили панихиду. Трогательное впечатление производила эта панихида. Рыдание народа, порой заглушавшие возгласы священнослужителей, производили потрясающее впечатление. После панихида началось прощание с почившим пастырем. Собор впускали по очереди. Длинная очередь стоит у правого бокового входа в собор, когда пропускает только подвое. Выходит с левой стороны. Приходилось в очереди стоять целыми часами. В самом соборе панихида идет за панихидой. В шестом часу вечера в соборе была совершена панихида по осе Иоанне от приюта царевича Николая. Гроб стоит на высоком помосте, ярко горят свечи вокруг него. Лесо почившего закрыто воздухом, как это делается у всех умерших священников. видны только исхудавшие руки, которым сегодня приложились многие тысячи народа. В правой руке небольшой позлощенный крест. В семь часов вечера начался парастаз заупокойное всеночное, который продолжался до одиннадцати часов ночи. Всю ночь с 21 на 22 декабря до шести часов утра собор был открыт. И всю ночь народ беспрерывно шел для прощания с почившим. У большинства на глазах слезы, слышат создавленные рыдания и возгласы. Закатилось наше солнышко. На кого покинул нас отец родной? Кто придет на помощь нам сирым немощным? В шесть часов утра 22 декабря Андреевский собор закрыли. Впуск желавших проститься с батюшкой был прекращен. Сегодня предстоял длинный путь перевезения тела почившего пастыря в петербургский и иоанновский женский монастырь. В семь часов началась литургия. К окончании литургии весь собор, площадь перед ним и прилегающие улицы оцеплены ворьсками. За чертой оцепления народ густыми массами виднелся по улицам, в окнах домов, по крышам, заборам и деревьям. Петербургские ворота, через которые ведет морская дорога в Ораньенбаум, в девять часов утра закрыты. Всякое движение по льду, легковых экипажей и саней прекращено в десять часов утра, а с одиннадцати и движение пешеходов. Полицейские чины особенно суетятся возле собора. Шеренги войск стоят на площади. Народ притих и терпеливо ждет выноса гроба на площадь. Всю эту картину ярко освещает холодное зимнее солнце. Священник собора отец Павел Виноградов произнес простое, но сердечное и трогательное надгробное слово. «Мы ничем другим не можем отблагодарить нашего дорогого усопшего, как земным поклоном», закончил он свою речь. «Почти вся церковь после этих слов опустилась на колени». Епископ Кирилл в своем слове охарактеризовала Саяна как личность, окруженную ореолом небесной славы. Трудно передать все, что происходило в соборе. Возгласы духовенства и пение певчих ежеминутно прерывались рыданиями. Ровно в 11 часов 30 минут утра начался вынос тела из собора. Дубовый гроб был обнесен крестным ходом вокруг собора и под перезвон колоколов установлен на колесницу. Военные оркестры играли коль славен. В рядах войск были знамена. Для участия в процессе собрались хору гвеноса из всех кронштадтских церквей. Во главе процесса шли драгуны с знаменами и хором музыки. Далее следовали певчие духовенства, колесница с телом почившего и начальствующие лица во главе с генерал-лейтенантом Артамоновым. Шествие замыкало рота 94-го Енисейского полка и народ в числе по крайней мере 20 тысяч людей обоего пола. У морского собора у церкви Богоявления и возле часовни у Петербургских ворот выстроенной в память адмирала Макарова были совершены литии. По всей дороге через город стояли войска шпалерами. Литеранская церковь на берегу моря почтила память дорогого покойника продолжительным погребальным звоном. Далее предстоял путь через море по приказу главного начальника Кронштадта всем желавшим проводить усопшего по морю. Предписано следовать рядами друг от друга не менее как на два шага ввиду непрочности льда. На всем морском пути устроили пять спасательных станций а через обнаруженные на льду трещины соорудили особые мостики. Епископ Кирилл с некоторыми священнослужителями проехал вперед в Араньенбаум чтобы там встретить процессию на вокзале. Весь путь пройден менее чем в три часа. Погребальное пение и звуки коль славен не смолкали ни на одно мгновение. В Араньенбауме процессию ожидали и старый млад богатый и бедный словом все население. Местное духовенство во главе с преосвященным Кириллом отправилось крестным ходом навстречу процессии на берег моря. По всему Араньенбауму раздался перезвон колоколов. Гроб внесли на платформу и поставили в траурный вагон специального поезда. По распоряжению начальника северо-западных железных дорог Камергера Валуева для перевезения тела отца Иоанна и сопровождающих процесс и лиц назначено несколько траурных вагонов к поезду отходящему в Санкт-Петербург в 3 часа 30 минут дня. С утра 22 декабря в Араньенбаум начали пребывать с поездами почитателей отца Иоанна и духовенства. Очень много народа приехало из Петергофа и Стрельны. Петербургские поезда шли переполненными. Началась краткая литья. Платформа огласилась рыданиями Араньенбаум в 4 часа поезд тронулся. Многие на коленях крестились вслед уходящему поезду. Приближаясь к каждой станции поезд замедлял ход но не останавливался. На всех станциях была масса народа встречавшего последнее путешествие дорогого батюшки по Балтийской дороге по которой он за всю свою жизнь совершил множество поездок. Около пяти часов дня траурный поезд прибыл в Петербург. Полна скорбного умиления и величественной печали была процессия переведения тела отца Иоанна с Балтийского вокзала в Яновский женский монастырь на место упокоения. По обводному каналу по всему Измайскому проспекту уже с трех часов шпалерами стояли тысячи народа. В парадных комнатах вокзала собралось духовенство. Здесь облачились белые ризы высокопресвященный Сергий архиепископ Финляндский епископ Архангельский Михей епископ Нарвский Никандр архимандрит Ифеофан ректор Духовной Академии и Вениамин ректор семинарии благочинный Иоанновского монастыря архимандрит Макарий специально прибывший из Москвы настоятель патриаршего антиохийского подворья архимандрит Игнатий председатель общества религиозно-нравственного просвещения протеерей Арнатский и настоятели или представители от всех столичных приходов. К вокзалу же прибыли исаакиевские хоругвиносцы с хоругвями были хоругви от приходских церквей от Иоанновского монастыря и освященные отцом Иоанном знамя хоругви от союза русского народа. По всему пути похоронного шествия до монастыря движение по улицам было прекращено. Когда поезд остановился под сводами Балтийского вокзала из салона вагона вышел приосвященный Кирилл и сопровождавшие тело священники и присоединились к встречающим. Сонмом епископов и священников перед открытым траурным вагоном совершено лития. Пел хор певчих Семеновского полка. На руках духовенства дубовый гроб был вынесен из вагона и поставлен на печальную серебряным баллахином увенчанной Митрою колесницу. Лишь только печальное шествие двинулось с вокзала, как пронесся в воздухе печальный удар колокола. Народ на площади начал крестить, раздались рыдания, которые перешли в общий плач, когда печальное шествие выступило на площадь. Перед колесницей шествовало во главе с упомянутыми архипастерами духовенство всех столичных церквей в серебряных облачениях. Среди них присутствовало восемь метрофорных протоиереев. По бокам несли церковные хоругви и знамена патриотических организаций, освященные самим отцом Иоанном, за колесницей шел санкт-петербургский градоначальный генерал-майор Драчевский и бывший комендант Кронштадта, ныне командующий войсками Киевского военного округа генерал-лейтенант Иванов. По всему путешествию неисчислимые толпы народа занимали площади и тротуары. Даже кровля домов и заборы были усеяны зрителями. Под печальный перезвон колоколов медленно двигалось шествие. Плач и рыдание народных масс заглушали пение певших и звон. Из среды певщих и духовенства всю дорогу слышали строгательные напевы канона «Помощник и покровитель и покровитель бысь мне во спасение». Шедший за гробом народ образовал несколько хоров, которые пели святые Божия, вечную память и другие духовные песнопения. Увидели колесницу стоящие по пути шествия на площадях и тротуарах несчислимые толпы народа, услышали пение и воздух оглашается плачем. И так громок был иногда этот плач, что прорывался сквозь мощное пение, заставлял дрожать голоса поющих. Чувствовалось, что голоса эти достигают неба и что достойнейшему пастырю действительно будет вечная память. Так народ провожал пастыря, который был сам народной добротой, народной совестью, народной верой. Пока будут подобные пастыри, будет и вера в России. Не бывало еще, кажется, похорон с такой огромной плачущей толпой из людей всевозможных званий, начиная от простолюдина до высших сановников. Из Воскресенской церкви общества религиозно-нравственного просвещения, что у Варшавского вокзала, вышли священники храмов к общества с крестным входом, председатель совета совершил литию, и священники присоединились к процессии Измайловского собора Святой Троицу Вознесенской церкви, перезванили колокола. Выходило духовенство с хоругами и совершались литии. У Исаакийского собора во главе многофисленного духовенства с хором исаакийских певчих вышел для служения литии маститый настоятель метрофорный протоиерей Соболев. Затем процессия направилась по особому повелению государя императора по набережной Невы мимо Зимнего дворца. Благодаря этому высочайшему повелению процессии необходимо было следовать мимо здания Святейшего Синода и остановиться перед ним на краткое время для служения литии. Здесь нам вспомнилось предсказание батюшки на эту остановку, сделанное им за три недели до кончины. Батюшку приехали навестить его давние усердные почитатели купцы Крутов Забелин. В беседе с ними батюшка между прочим говорил ведь в монастыре то меня ждут и сестры хотят причаститься. Ну да к празднику то Рождества Христова я соберусь только причастить пожалуй не придется. Просит меня также побывать и в священном Синоде. Побывай и там хотя на полчаса или на несколько минут только ведь я там никогда не бывал не знаю как войти а впрочем покажут это предсказание теперь и исполнилось. У святейшего Синода служил литью настоятель церкви Синода председатель учебного комитета протеерей Беликов. При проходе процессе по дворцовой набережной в дворцах великих князей Владимира Александровича и Михаила Николаевича открылись даже окна. По набережной Невы процессе следовало до Троицкого моста на котором не было народа. За мостом у древнейшего столичного собора Святой Троицы также совершалось литья. шествие направилось по Каменно-островскому проспекту. Поредевшие набережной здесь снова скопилась масса народа, десятки тысяч народа, десятки тысяч слез. По пути в нескольких местах на Каменно-островском проспекте были отслужены литии, присоединились хоругви от Матвейской церкви Института Принцессы Ольденбургской. Обращаем внимание на отрадный факт. Шедшие впереди гроба четыре архиерея весь путь совершили без отдыха. Многочисленное духовенство шло, несмотря на дождь и длинный путь в полном облачении от Андреевского собора в Кронштадте, будучи в нем с семи часов утра, до Араненбаума по льду и от Балтийского вокзала до самого Яновского монастыря на реке Карповки, кишком не менее в общей сложности двадцати пяти верст. Лишь только процессия стала подходить к Карповскому мосту и была уже недалеко от монастыря, многие ясно видели, как с небосклона быстро упала звезда. Ее путь был как раз по направлению к монастырской обители. «Это душа батюшки слетела с неба», проговорила какая-то бедная женщина. В народе случай обсуждался на разные лады. В падении звезды видели небесные знамения. Восемь с половиной часов вечера прибыла к монастырю печальная процессия при печальном перезвоне монастырских колоколов. Иоанновский монастырь в это время представлял из себя вид маленькой крепости. Вся набережная Карповки была очищена от публики и экипажей. Только по билетам пропускали в церковь, которая еще задолго до прибытия погребальной процессии наполнилась молящимися. При входе в церковь стояли все сестры обители во главе с настоятельницей и гуменей Ангелиной, а также духовенством. Все вышли встретить дорогого покровителя и молитвенника, прибывшего в свою обитель к празднику Рождества Христова, но уже бездыханным и безгласным. На руках духовенства в предшествии сестер поющих помощник и покровитель гроб был внесен в большой соборный храм и установлен посреди храма на катафалке обтянутым белым глазетом. Кругом у колонн стояли живые растения. С большим трудом гроб был поставлен на место. Все стремились прикладываться. Немало пришлось употребить усилий, чтобы водворить порядок. В девять часов вечера в соборном храме начался парастаз, который служил епископ архангельский Михей, духовный сын и усердный почитатель батюшки. В служении участвовало до сорока священников и диаконов. Величественно и трогательно было это богослужение, особенно в те минуты, когда пели все священнослужители, собравшиеся в купе движением горячей любви и усердного почитания к новопредставленному отцу протоиерею Иоанну. В двенадцать часов ночи окончилось богослужение и точно начался впуск по очереди всех желающих проститься с дорогим батюшкой. Первыми подходили сёстры, обливаясь горючими слезами. Можно ли изобразить их душевное состояние при этом в последнем целовании. Они прощались с тем, кто был им ближе отца родного. Он принял их в обитель. Большинство жителей в бедности и в суровой обстановке. Батюшка их пригрел, во всём помогал, учил их, руководил, питал телесно духовно. После сестёр подходили миряне. Много прошло их, целуя истощённую десницу досточтимого пастыря, но ещё более осталось таких, которым не удалось исполнить страстного желания проститься с батюшкой. В шесть часов доступ ко гробу был прекращён. В это время в церкви усыпальницы началась ранняя литургия, которую совершал архимандрит Игнатий при участии многих других священников. В соборном храме необходимо было прибраться и приготовиться к литургии и отпеванию. Около гроба всю ночь продолжалось чечение святого Евангелия и непрерывно служились панихиды. Многие, приложившись к руке батюшки, зажигали свечу, которую уносили себе на память. В восемь с половиной часов утра начался благовест про поздние литургии. Из архипастерей первым прибыл Кирилл епископ Гдовский. Вскоре прибыли Сергий архиепископ Финляндский, Михей епископ Архангельский, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Сеофан, ректор семинария архимандрит Вениамин и метрофорной протеереи Дернов и Ф.Н. Арнацкий и другие священнослужители, назначенные Владыковым митрополитом для служения литургии в числе 12 архимандритов, протеереев и священников. В 9 часов прибыл Высокопреосвященнейший Антоний, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. И началась Божественная литургия, на которой присутствовали товарищ оберпрокурора Священного Синода, тайный советник Рогович, управляющий канцелярией Священного Синода Григоровский, Санкт-Петербургский градоначальник Драчевский, тайный советник Мамонтов, генерал-лейтенант граф Гейдин с супругой и много других высокопоставленных лиц, представителей купечества и людей разных званий. Через несколько минут после начала богослужения в храм неожиданно словно знаменную победу света над тьмою проглянуло солнце и ярко осветило своими лучами гроб и стоявших около почившего. В конце литургии председатель общества Ратмистер Религиозно-Нравственное Просвещение Распространения Религиозно-Нравственное Просвещение Патоирей Арнатский с благословением владыки митрополита произнес прочувственную назидательную речь. Слово пастыря несколько раз прерывалось с громким плачем присутствовавших в храме. Сквозь слезы говорил и сам проповедник. В три четверти двенадцатого окончилась литургия и началось отпевание весьма умилительное положенное только для священнослужителей. На отпевания кроме упомянутых иерархов вышло до шестидесяти священников и до двадцати диаконов. Почти столько же присутствовали, как простые богомольцы за недостатком места и облачений. Едва раздались умилительно скорбные слова за упокойных песнопений, как в руках молящихся по всей церкви начали возжигаться, словно звездочки восковые свечи. Плащ молящихся смешивался с молитвенными возгласами архипастырей и пастырей. Со святыми упокой было колено преклоненно пропета всеми присутствовавшими при отпевании вместе с хором. Во время отпевания непорочны читал преосвященный Кирилл, а канон протоиерея Эфарнацки. После трогательного последнего прощания с почившим высокопреосвященного митрополита и духовенства открытый гроб с телом почившего руками священников был вынесен из верхней церкви в нижнюю церковь усыпальницу. Трудно передать скорбь и накинь при виде этого выноса. Все они плакали навзрыд. Многие при этом потеряли сознание. Плакали нежшие гроб, плакали и все стоявшие на пути печального шествия. Много горьких слез пролилось и в самых отдаленных местечках России при вести о кончине преснопамятного пастыря. Лицо почившего, как священнослужителя, было закрыто воздухом, но возлагавший венчик начало почившего. Священник, духовник отца Иоанна, говорил нам, что лицо, как и при кончине, совершено, совершенно покойное. Глаза приоткрылись, и зрачки устремлены вверх как бы умолящегося. Это чувство живой связи и неразрывности единения в любви и вере с дорогим покойником. Еще осязательнее напечатлевалось сердце там, в нижнем храме у мраборной гробницы, куда опущен гроб с остатками дорогого батюшки, в 2 часа 15 минут 23 декабря. Делаем краткое описание храма Усыпальницы. Вход в Усыпальницу ведет из главного вестибюля направо по коридору, не доходя до дверей церкви преподобного Яна Рыжского. От небольшой площадки, на которой устроена продажа свечей, идет широкая лестница в 16-18 ступеней вниз. Здесь в подземелье под могучими сводами поддерживающими все колоссальное здание храма построен чудный по красоте храм. Все стены, столбы, колонны и потолки покрыты полированными плитами белого мрамора или сделаны под мрамор. Храм невелик, занимает всего 35-40 квадратных сажен и очень низок, всего около трех аршин, в самых высоких местах. Иконостас весь высечен из белого мрамора с чудной отделкой, выдержанной в русско-византийском стиле. Масса электрических лампочек заливает светом весь храм, отражаясь в белоснежных мраморных стенах. Этот храм, как и весь монастырь, построен по плану и указаниям архитектора Никонова. Мраморные работы производил Баринов, а все иконы писаны известным художником Федором Кирилловичем Платоновым. Пред иконостасом с правой стороны находится гробница отца Иоанна. Стены и пол могилы состоят из сплошных цельных плит белого мрамора. За плитами мрамора сплошной каркас из толстого котельного железа. Стены могилы возвышаются над полом храма на пол аршина, они тоже обложены мрамором. На дно могилы посыпано надо вершка мелкого песку и на песок поставлен гроб. Гроб не зарыт в землю, а покрыт только массивной мраморной плитой. Храм усыпально соосвящен, как уже сказано, 21 декабря во имя святого пророка Ильи и святой царицы Феодоры имени отца и матери батюшки. В этом чудном белом и светлом храме соответствующей светлой личности дорогого батюшки он теперь и почивает мирным сном. С первого же дня после погребения сюда началось настоящее паломничество петербургских жителей и многих приезжих богомольцев. Уже с утра по малолюдной Каповской набережной от Каменноостровского проспекта к монастырю ежедневно начинается оживленное движение то и дело проезжают кареты извозчики простой народ идет пешком группами в высыпальнице с утра до вечера непрерывно совершается служение панихид у гробницы пение хора монахинь прекрасное тысячи богомольцев идут к гробику батюшки как бы к живому своему утешителю целителю и наставнику идут не только для того чтобы вознести молитву об упокоении его чистой души вместе светлей вместе злачней вместе покойней в недрах Авраама Исаака Якова но и себе чает получить здесь утешение Христова и избавиться от всякой скорби гнева и нужды это вполне понятно изумитель изумительная действия отца Иоанна Кроштадского давно уже привлекла к нему обширную общую любовь и распространила известность о нем о его доброте и силе его молитвы во всех слоях населения от царских палат до убогих углов бедноты сам глубоко верующий батюшка имел великий дар от Бога укреплять в людях веру окрылять надежду молитва его ставила на ноги исцеляла часто таких больных которым врачи не могли оказать уже никакой помощи многочисленные случаи исцеления по молитвам отца Иоанна сделались общеизвестными и засвидетельствованы в печати имя почившего как чудесного духовного врача собирала в Кронштадт отовсюду неисчислимое множество богомольцев вера что отец Иоанн может вымолить у Бога прощение грехов являлась для них путеводной звездой в Кронштадт эта же вера теперь направляет почитателей батюшки к дорогой могилке его новый настоятель Кронштадтского Андрейского собора резолюции высокопреосвященнейшего митрополита Антония изложенной в указе от 30 декабря 1908 года за номером 9143 настоятелем Кронштадтского Андрейского собора назначен помощник протоиерея отца Иоанна Ильича Сергиева ключарь собора протоиерей магистр богословия Александр Петрович Попов уважаемый отец протоиерей Попов превосходный оратор проповедник обладает обширными богословскими познаниями и принадлежит к глубоким почитателям дорогого батюшки высочайший рескрипт и торжественное поминовение отца Иоанна в сороковой день мы уже знаем какие пламенные и усердные молитвы возносились множеством духовных детей отца Иоанна об упокоении души в бозе почившего пастыря эти молитвы несомненно были усиливаемы мощные молитвы в загробном мире самого почившего великого молитвенника с земли русской эти пламенные молитвы верующих вместе с мощные загробные молитвы оса Иоанна проникли преграду отделяющую земной мир от небесного подобно благоуханному кадилу вознеслись к престолу царя славы и были услышаны Богом знамением этого явился царский рескрипт всероссийскому первосвятителю об увековечении памяти дивного пастыря православная Русь глубоко верит что сердце царя русского как помазанника Божия в руке Божией посему на выраженную в рескрипте высочайшую волю об увековечении памяти почившего пастыря мы должны смотреть как на выражение воли самого царя царствующих и Господа господствующих услышавшего молитвы верных рабов своих об упокоении души великого молитвенника земли русской избранника Божия память о Божиих избранниках должна быть вечно жива и не исчезает со временем блаженный которых избрал и принял ты Господи память их в род и род высочайший рескрипт преосвященный митрополит митрополит Санкт-Петербургский Антоний неисповедимому промыслу Божией было угодно чтобы угас великий светильник церкви Христовой и молитвенник земли русской всенародно чтимый пастырь и праведник отец Иоанн Кронштадтский всем сердцем разделяя великую скорбь народную окончине любвеобильного пастыря и благотворителя мы с особенным чувством обновляем в памяти нашей скорбной дни предсмертного недуга в возле почивающего родителя нашего императора Александра Третьего когда угасающий царь любимый народом пожелал молитв и близости любимого народом молитвенника за царя и отечество ныне вместе с возлюбленным народом нашим утратив возлюбленного молитвенника нашего мы проникаемся непременным желанием дать достойное выражение всей совместной скорби нашей с народом молитвенным поминовением почившего ежегодно ознаменовывая им день кончины отца и Анна а в нынешнем году приурочив он и к сороковому дню оплакиваемого события будучи и по собственному душевному влечению нашему и по силе основных законов первым блюстителем в отечестве наших нашим интересов и нуж церкви христовой мы со всеми верными и любящими сынами ее ожидаем что святейший сенот став по главе сего начинания внесет свет утешения в горе народное и зародит на вечные времена живой источник вдохновения будущих служителей и предстоятелей алтаря христова на святые подвиги многотрудного пастырского делания поручая себя молитвам вашим пребываем к вам благосклонны на подлинном собственную его императорского величества рукой начертано Николай царское село 12 января 1909 года определение святейшего синода от 15 января 1909 года по высочайшему рескрипту на имя преосвященного митрополита Санкт-Петербургского по поводу кончины протоиерея Иоанна Ильича Сергеева по указу его императорского величества святейший правительствующий синод слушали представленный преосвященным митрополитом Санкт-Петербургским Антонием данный на его имя в 12 день сего января высочайший рескрипт его императорского величества по поводу кончины протоиерея Иоанна Ильича Сергеева Санкт-Петербургского и озабочиваясь представленный преосвященным митрополитом Санкт-Петербургским Антонием данный на его имя высочайший рескрипт его императорского величества по поводу кончины протоиерея Иоанна Ильича Сергеева и озабочиваясь достойным ознаменованием памяти этого великого святильника Церкви Христовой и молитвника земли русской святейший синод определяет напечатать означенный высочайший рескрипт в номере третьем церковных ведомостей текущего года поручить присутствующим в святейшем синоде преосвященным митрополитам Санкт-Петербургскому Московскому и Киевскому в сороковой день по кончине Отца Иоанна 28 всего января совершить в Яно-Богословском города Санкт-Петербурга женском монастыре в месте погребения почившего за упокойную литургию а после оной по прочтению высочайшего рескрипта полным составом святейшего синода панихиду по усопшим таковые же литургии панихидов должны быть совершены архиерейским служением и во всех соборах городов Санкт-Петербурга Москвы и Киева предписать ипархиальным преосвященным протопресвитеру военного морского духовенства и заведующего придворным духовенством сделать распоряжение о совершении в 28-й день всего января за упокойной литургии и панихиды по усопшим отце и ане по всем подведомым им церквам а равно в церквах духовно-учебных заведений и церковных школ с произнесением за литургией соответствующей упоминаемому событию поучения и с прочтением с церковного амвона перед совершением панихиды означенного высочайшего рескрипта освободив на сей день учащихся названных заведений и школ от занятий по кафедральным же соборам таковые богослужения должны быть совершены архиерейским служением установить на будущее время ежегодное в день кончины отца и ана 20 декабря совершение заупокойной литургией панихиды попочившим во всех церквах империи поручив и перхиальным преосвященным протопрессивитеру военного морского духовенства и заведующему придворным духовенством сделать распоряжение об устроении первую годовщину кончины отца и ана 20 декабря сего года вне богослужебных поверенным им епархиям и ведомствам собеседований с предложением наонных чтений посвященных памяти в бозе почивающего императора Александра 3-го и молитвен и молитвенника за царя и землю русского отца Иоанна Кронштадтского предложить и перхиальным преосвященным протопрессивитеру военного морского духовенства и заведующему придворным духовенством пригласить подведомое им духовенство к пожертвованиям на учреждение в духовно-учебных заведениях стипендий имени отца протеерея Иоанна Ильича Сергиева поручи вместе с Сима заботиться приобретением для помещения в актовых залах духовно-учебных заведений портретов отца Иоанна поручить учебному комитету при святейшем синоде внести в программы духовных семинарий по гомилетике и практическому руководству для пастырей ознакомление воспитанников с биографией и пастырско-просветительной деятельностью почившего отца Иоанна и для сего преподать воебъяснительной программам записки соответствующие указания поручить приосвященному архангельскому войти в суждение и представить святейшему синоду свое заключение об учреждении в городе Архангельске или на месте родины отца Иоанна училище пастырства имени почившего только что учрежденное таковое же училище в городе Житомире Волынской епархии наименовать училищем в память отца Иоанна Кронштадтского и восьмое Иоанна Богословский в Санкт-Петербурге женский монастырь в коем покоится ныне тело почившего возвести чести ради в первоклассный женский монастырь об изложенном для должных исполнений объявить епархиальным преосвященным протопрессивитеру военного и морского духовенства и заведующему придворным духовенством а также московской святейшего синода конторе по принятому порядку пропечатать вместе с ним настоящее определение в церковных ведомостях от 15 декабря 1909 года за номером 143 о рассылке по церквам школам пострета почившего почетного члена училищного совета при святейшем синоде настоятеля кронштадтского анрейского собора протеерея Иоанна Ильича Сергиева по указу его императорского величества святейший правительствующий синод слушали предложенные господам исполняющим обязанности синодального оберпрокурора 14 января 1909 года за номером 321 журнал училищного совета при святейшем синоде за номером 8 о рассылке по церковным школам портрета почившего почетного члена училищного совета при святейшем синоде настоятеля кронштадтского анрейского собора протеерея Иоанна Ильича Сергиева приказали 20 минувшего декабря почил о господи присутствовавшей в святейшем синоде почетный член училищного совета настоятель кронштадтского анрейского собора протеерея Иоанн Ильич сергиев и в его лице угас яркий светильник церкви не стало великого молитвенника земли русской он всего себя отдал на служение святой церкви дорогой родины всем скорбящим и страждущим благотворное пастырское влияние его простиралось на всю Россию и даже за ее пределы весь русский православный народ сила Саи Иоанна как праведника верил в его молитвы и предстательство пред Богом его знали даже в самых далеких глухих уголках нашей родины знали люди всяких званий и состояний и для всех он был светочем веры и жизни тысячи людей не предпринимали ничего важного без его благословения и без мысли одобрит ли это отец Иоанн Кронштадтский отовсюду внесли к нему свои скорби беды сомнения недоумения прося его совета помощи и наставления и любвеобильное сердце отца Иоанна было открыто для всех его кончина поэтому является великим событием в нашей церкви и отечестве церковные школы с его кончиной также понесли тяжелую утрату живя с народом почивший горячо любил все что близко народному сердцу все для него высокое святое любил и дорогую православному русскому народу церковную школу благодаря его щедрым пожертвованиям возникли многие церковные школы и многие из них обеспечены собственными хорошими помещениями в архангельской епархии учрежден его имени особый неприкосновенный фонд за средство которого содержится несколько церковно приходских школ при таком значении скончавшегося протеерея Иоанна Ильича Сергиева святейший сенот находит весьма желательным сохранить память о нем в каждой церковной школе посредством помещения в школе на видном месте его портрета каковой портрет для подрастающего поколения будет постоянным напоминанием высокого подвига и значения почившего отца Иоанна его всеобъемлющей любви правды и преданности святой церкви дорогой родине и престолу ввиду изложенного святейшим синодом святейшим определяет поручите издательской комиссии училищного совета напечатать 40 тысяч портретов почившего отца протеерея Иоанна Ильича Сергиева и разослать их по всем церковным школам для помещения в каждой на видном месте о чем для исполнения передать в училищный совет в пресвятейшем синоде выписку а для надлежащего руководства по духовному ведомству напечатать в официальной части издающегося в пресвятейшем синоде журнала церковной ведомости святейший синод определил вменить в обязанность преподавателям гомилетики практического руководства для пастырей в духовных семинариях ознакомить воспитанников при прохождении курса гомилетики с жизнью и деятельностью как вообще пастырскую так и в частности проповедническую почившего отца Иоанна Ильича Сергиева а при прохождении практического руководства для пастырей вместе с изложением взгляда отцов и учителей церкви на пастырство и на его высокие свойства и обязанности излагать взгляд на тот же предмет отца Иоанна Сергиева на основании всех его творений и прежде всего на основании его жизни во Христе в исполнении высочайшей воли выраженной в высочайшем рескрипте на имя Преосвященного Митрополита Санкт-Петербургского 12-го минувшего января о необходимости сделать память об отце Иоанне Кронштадтском источником одушевления для будущих пастырей и в целях возможного широкого распространения среди народа назидательных сочинений почившего пастыря Святейший Синод определил издать пастырскую хрестоматию из творений почившего отца Иоанна в виде небольшой книжки с его изречениями о началах истинного пастырства о пастырской проповеди пастырской деятельности и личной жизни пастыря отпечатать для народных библиотек небольшую понятную для самых простых читателей книжку извлеченные сочинения отца Иоанна для руководства к благоугодной жизни мирян и для приведения в исполнение сих постановлений образовать комиссию под председательством преосвященного финляндского Сергия с представлением ему приглашать в состав комиссии членов по его усмотрению канун сорокового дня кончины отца Иоанна Кронштадтского в Иоанно-Богословском монастыре на тихое в обычное время Карповке оживление два верхних этажа красивого монастырского храма залиты огнем около монастыря съезд экипажей в главной церкви торжественный парастаз по вбозе почившем преснопамятном отце Иоанне Кронштадтском 27 января служит член Государственной Думы преосвященный Евлогий епископ Холмский и Люблинский соборнец благочинным женских монастырских церквей архимандритом Макарием архимандритом московского антиохийского греческого подворья Игнатием метрофорным настоятелем Петропавловского крепостного собора протеереем Дерновым и Девятью священниками пели сестры обители Во время утренней всеми богомольцам всем богомольцам по распоряжению матушки и гумени Ангелины были бесплатно раздаваемы свечи доступ в церковь был вполне свободный Внизу в склепе беспрерывно служились панихиды около гробницы всемирного молитвенника отца Иоанна Кронштадтского Народ непрерывной лентой шел к его гробнице Многие оставляли деньги на свечи чтобы поставить их 28 января наканун около гробницы великого молитвенника наших дней Немало богомольцев просили чтобы их заупокойные записки были прочитаны лишь сегодня во время общих панихид На могилу привозилось много живых цветов На торжественную литургию ввиду небольшого сравнительного размера церкви доступ был только по билетам по окончании панихиду которую совершали митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний Московский и Коломенский Владимир и Киевский и Галевский Флавиан в сослужении членов Святейшего Синода был обычный доступ публики к усыпальнице 28 28 января исполнилось 40 дней как в Бозе почил великий праведник Сюдотворец и всемирный молитвенник всенародно чтимый метрофорный протоиерей отец Иоанн Ильич Сергеев Кронштадтский Прошло 40 дней о памяти общества о великом подвижнике веры и молитвы не только не угасло но все более и более крепнет Почитатели преснопамятного протоиерея с утра убрали его гробницу живыми цветами Около гробницы образовался целый лес из хризантем Церковь склеп наполнилась ароматом душистых цветов Ранее литургию церкви склепи совершили Митрофорный протоиерей настоятель собора Петропавловской крепости отец Дернов благочинный монастырей отец архимандрит Макарий и другое духовенство Заупокойной литургией закончилась панихидой Затем начались обычные панихиды по незабвенным великом праведнике дорогом батюшке отце Иоанне Народ пошел непрерывной чередой Когда наступило время поздней литургии Церковь по билетам 28 января в 40-й день кончины великого молитвенника Митрофорного протоиерея дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского в церкви Александровского царско-сельского дворца в высочайшем их императорских велиществ присутствии в 2,5 часа дня была совершена панихида 40-й день по кончине отца Иоанна явился по преимуществу днем скорби и плача для города Кронштадта с которым почивший сроднился и где протекли все 53 года его пастырского служения За упокойное богослужение в этот день здесь собор не совершал преосвященный Владимир епископ Кронштадтский Накануне владыкой в Андрейском соборе была служена за упокойное всеночное парастаз И 28 января после служения соборного притча сослужения местного и прежнего духовенства совершена за упокойной литургией панихида на которой вышло духовенство всех кронштадтских церквей умилительные песнопения панихиды с одушевлением исполнялись соединенным хором певчих всех церквей города в тот же день духовенством Андрейского собора и кладбищенской церкви была служена панихидой по матери отца Иоанна старице Феодоре выступальнице ее на троицком кладбище кронштадта все кронштадтские бедняки в сороковой день по кончине отца Иоанна были щедро отделены милостыней и накормлены обедом на средства города соборного старосты Маркова и некоторых частных благотворителей в основанном отцом Иоанном доме трудолюбия была устроена поминальная трапеза для бедных за покой души почившего всех обедов в кронштадте в этот день было отпущено более пяти тысяч 28 января столица с ней вся святая православная Россия и молитина вспомянула незабвенного кронштадтского пастыря метрофорного протеерея Иоанна Ильича Сергиева по случаю сорокового дня со времени его кончины в Исаакиевском кафедральном соборе за упокойной литургией совершал преосвященный Гдовский Кирилл в сослужении очередного архимандрита Митрофана соборного и прочего духовенства во главе с метрофорным кафедральным протеереем Соболевым перед панихидой служению которой принимали в служении участие представители многих других храмов столицы преосвященный Кирилл близко знавший отца Иоанна по служению своему в Кронштадте и глубоко уважавший его с особым воодушевлением в похвалу в возе почившего и в назидание всем нам посвятил прекрасное слово заключив оное пожеланием чтобы добрая память о дорогом батюшке Осо Иоанне и славные советы его пребывали в долготу дней величественнейший храм столицы больше чем наполовину был переполнен богомольцами стоявшими за панихидой с вожженными свечами и колено преклоненно молившимися при пении со святыми упокой и вечная память в казанском соборе за упокойной литургией после нее панихиду совершал преосвященный нарвский никандр при участии целого сонма монашествующего и белого духовенства в придворном Петропавловском соборе Санкт-Петербургской крепости усыпальницы российских императоров за упокойной литургией панихиду совершал преосвященный митрофан епископ Гомельский член Государственной Думы перед панихидой настоятель собора метрофорный протоиерей Дернов обратился в церковной кафедре к многочисленным богомойцам с одушевленным назидательным словом в котором упомянул что именно в Петропавловском соборе почивший отец Ян воспринял 53 года тому назад 12 декабря 55 года благодать священства от рук преосвященного Христофора епископа Ревельского векария Санкт-Петербургского митрополита И эта благодать столь действенно проявилась в нем во все продолжение священнического служения его на земле в многочисленных действиях в благотворной молитве в даре исцелений и во всем великом подвиге его жизни во славу Божию в свято-троицей в свято-троицком соборе Александра Невской Лавры при огромном стечении молящихся за упокойной литургией панихиды по отце Иоанне совершались преосвященным Арсением архиепископом Псковским членом государственного совета в сослужении многофильственной братьи обители по окончании благослужения лаврская братья собралась на поминальную трапезу вместе с тем лаврою в память пасившего пастыря были устроены поминальные обеды для бедняков столицы в неограниченном количестве кроме того по распоряжению митрополита Антония при всех приходских церквах Петербурга были устроены поминальные трапезы для бедняков в местных благотворительных столовых в Александро-Невской церкви училищного совета при святейшем синоде в присутствии членов совета педагогического персонала и учащихся образцовой школе при совете были совершенно совершено заупокойное богослужение по усопшим отца Яне в почетном члене училищного совета по прочтению высочайшего рескрипта предпанихиды председательствующие в совете протоиереи соколов с теплым чувством произнес следующую назидательную речь мы только что выслушали говорил почтенный проповедник милостивые слова нашего общего отца государя императора призывающего верных чад своих молительному поминовению всеми любимого и всеми чтимого батюшки отца Иоанна Кронштадтского скорбит православная Русь о своем добром батюшке и эту скорбь всей глубиной души разделяет с ней ее державный вождь знаменательное единение царя с народом умилительное показывающее что царь и народ понимают один другого единомышленное это великое счастье для страны в этом будущность России ее мощь и слава этому надо этому так много учил об этом болезновал покойный батюшка и это теперь есть несомненно плод его пастырских трудов из ветхозаветной истории мы знаем что когда народ еврейский забывал Бога переставал слушать все его веления жил не по заповедям Божьим а по влечениям своих страстей Господь лишал его своего покровительства отнимал у него святых пророков Господь в таких случаях поступал с непослушным народом так как делают благочестивые родители с упрямыми непокорными детьми предоставляет их самим себе дабы на собственном опыте познали как многоценны помощь и попечения родительские не то же ли братья происходит теперь с нами не нашли грехи не нашли неверия слушания повинны в том что Господь взял от нас одного за другим светильников веры и благочестия был у нас батюшка отец амбросий оптинский который своим богом данным ему даром прозрения многие тысячи людей отвратил от роковых ошибок бед и несчастье был богомудрый затворник вышинский епископ феофан он своими сочинениями и своей перепиской с тысячами людей светил на всю Россию учил наставлял и укреплял в вере праведной жизни сколько людей благодаря этим богоносным мужам спаслись от гибели возвратились на путь правды укрепились в истине но их нет их взял от нас Господь Бог после них оставался долгое время один чрезвычайный светильник веры отец Иоанн Кронштадтский ему Господь дал кроме учительства особый дар молитвенный по его молитве исцелялись многие от недугов своих к нему придвигались за молитвенной помощью со всех концов России люди всех положений за всех он молился всех утешал всех наставлял к нему до известной степени приложимы слова пророка сказанной Мессии и он недуги наши принял и понес наши болезни но вот и батюшки отца Иоанна нет среди нас уже сороковой день как он взят от нас взят за тем чтобы мы сильнее резче почувствовали сколь сколь сладко для нас близость Божия являемая нам через его особых избранников теперь мы сиры некому нам на земле повернуть печаль свою не у кого просить помощи господь нет нет общая скорбь о почившем батюшке служит ясным тому доказательством в нем им же сей скорби и притекем к покаянию помолимся об упокоении души усопшего батюшки отца Иоанна и попросим его да и спросит он нам милости у господа да воздвигнет нам господь новые чрезвычайные сосуды своей благодати аминь 28 января в 40 день кончины великого праведника чудотворца и всемирного молитвенника дорогого батюшки метрофорного протеерея отца Иоанна Сергея Кронштадтского Санкт-Петербургским телеграфным агентством получена телеграмма о совершении заупокойных литургиях и панихидах и звалах Вознесенской Кубанской Ревеля Севастополя в Валках учащиеся церковных школ были освобождены от занятий в Ставрополе были освобождены от занятий служащие в губернских учреждениях и учащиеся в Симферополе и Уфе на зубопокойных богослужениях присутствовали учащиеся начальных и среднеучебных заведений в Туле в зале городской управы происходило общее собрание просветительного братства имени Иоанна Предтечи посвященное памяти великого праведника дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского В Бозе почившийся российский молитвенник отец Иоанн Кронштадтский особенно любил родное село Суру Пинежского уезда Архангельской епархии и своих земляков почти ежегодно посещал он свою далекую родину и всячески заботился о благосостоянии с родичей своих основав здесь женскую обитель во имя святого отца святого Иоанна Богослова отец Иоанн воздвиг селе Сури и благолепный каменный приходской храм с хорошими домами для членов притча церковного построил каменное здание для местной церковно-приходской школы и потребительскую лавку соорудил пароход механический завод и многое другое для удовлетворения насущных нужд местного населения кроме того любвеобильный пастырь щедрой рукой раздавал денежные пособия крестьянам сурской волости на обсеменение полей привыз их дочерей в замужество на постройку домов после пожара и на другие нужды в бедном сельском быту трогательно было выражение скорби земляков отца Иоанна в сороковой день по кончине всею России оплаканного пастыря праведника 28 января 1909 года молительное поминовение отца Иоанна совершалось в соборе сурской обители где торжественную заупокойную литургию служило совместно монастырское и приходское духовенство обширный храм был переполнен богомольцами часть их стояла и под открытым небом после литургии в храме Самбона был прочитан высочайший рескрипт об увековечении светлой памяти отца Иоанна и след за тем духовенство сестры обители с игуменей партирию во главе и все многочисленные богомольцы все с крестным ходом и пенем семнадцатой кафизмы двинулись к тому домику в котором родился в семье бедного причетника и вырос отец Иоанн и который представлял собой обыкновенную курную крестьянскую избу в крестном ходе были несены духовенство на перстные кресты и митра отца Иоанна еще при жизни подаренные им на память своей обители здесь в родном отцу Иоанну домике особенно трогательно звучали церковные молитвы о вселении некогда тут обитавшего новоприставленного протоиерея Иоанна во дворы Господни 5 февраля в день памяти святителя Феодосия Черниговского чудотворца ранней литургии в церкви Склепень Иоанновского монастыря на Карповке совершал член Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета архимандрит Александр После литургии архимандритом Александром было произнесено слово в котором проповедник вспоминая подвиги празднуемого в этот день святителя Феодосия ревностного борца за православие от натисков католичества в смутное время России угодившего Богу подвигами прославленного даром чудотворений сопоставил жизнь и деятельность всего угодника Божией жизнью и деятельностью в бозе почившего пастыря отца Иоанна тоже ревностно оберегавшего православие от нападений еретиков и сектантов смутную годину России просеявшего великими молитвенными подвигами и прославившегося чудотворным даром целить недуги душевные и телесные всех веру и притекающих к нему по окончании литургии архимандритом Александром при участии сослужившего ему духовенства над гробницей дорогого батюшки была совершена панихида церковь усыпальница была переполнена молящимися служение единоверцев 5 февраля в Иоанновском женском монастыре поздней литургией совершил преосвященный гдовский Кирилл с единоверцами всех петербургских церквей по особому единоверческому чину на особых просворах и по особым книгам как известно преосвященный гдовский Кирилл состоит благочинным всех петербургских единоверческих церквей увековечения памяти дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского в Саратовской епархии по мысли и благословению его преосвященства преосвященнейшего епископа Гермогена во всегдашнюю память всероссийского молитвенника батюшки отца Иоанна Кронштадтского в Саратовской епархии открываются следующие учреждения Казанский и Иоанновский мужской общежительный скит в местности городок близ станции Сюзюм Сызранской Вяземской железной дороги по селе Нижней Липовки Кузнецкого уезда на границе Пензенской губернии на месте пребывания чудотворной иконы Казанской Божьей Матери и целебного источника и издавна благоговейно чтимого окружным населением открывается Иоанновское церковно-пастырское попечительство обедных в Саратовской епархии для оказания помощи нуждающимся как в городе Саратове так и во всех местах губернии Знаменитые слова о праведнике Божьем Отце Иоанне Кронштадтском взятые из книги Отца Иоанна Арнатского состоящий при первоклассном Иоанновском женском монастыре отец Иоанна Арнатский пишет Царский призыв к вечному молительному поминовению Отца Иоанна очевидно был наилучшим выражением заветного желания народной души Вся верующая Россия давно полюбила кронштадтского пастыря как великого светильника веры и благочестия Многие тысячи людей всякого звания путешествовали к нему в Кронштадт видя в нем те добродетели и совершенства какими должен быть украшен истинный пастырь стада Христова Но и теперь как живой стоит он перед взором верующих ведь у Бога все живы и влечет их к себе силой своего духовного обаяния и красотой святой жизни во Христе Иоанновский монастырь после погребения в нем Отца Иоанна посетило множество иерархов и священнослужителей группами паломничали ко гробу преснопамятного праведника Отца Иоанна свидетельствует записи в книге для почетных посетителей монастыря пишет в своей записи Преосвященный Феофан ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Господь даровал свою милость удостоив меня совершить литургию в храме устроенном трудами и молитвами преснопамятного и блаженного Отца нашего и молитвенника Отца Иоанна Кронштадтского молю Господа да не оскудевает никогда дух святой ревности в пастырях Церкви Христовой и во всех верных сынах Церкви Православной Дух которым непрестанно горел этот великий светильник Благословение Божие да пребывает всегда на обители святой в которой почивают мощи праведника Исцеление по молитве Отца Иоанна Кронштадтского В Гатчине Петроградской губернии умирала дочь состоятельных родителей получившая воспаление легких от сильной простуды Были приглашены лучшие доктора были испробованы все медицинские средства но ничто не помогало и доктора решительно объявили что никакого спасения нет Больная все время была в полном сознании и настоятельно просила пригласить для молитвы отца Иоанна На третий день праздника Рождества Христова 27 декабря кронштадтский пастырь приехал к больной встретившие его родственники ее стали его просить помолиться о больной высказывая всю опасность ее положения и сообщив ему решение врачей что же что у людей невозможно то у Бога возможно у него все возможно ответил отец Иоанн что не попросите во имя мое я то сделаю обещал Господь верующим он и сына сотника и тещу апостола Петра исцелил помолимся по вере по мере веры вашей исцелится и ваша больная затем и отец Иоанн прямо направляется в комнату больной точно он раньше несколько раз бывал в этой квартире подавя к больной взглянув на нее своим добрым взглядом благостный пастырь твердо произнес мужайтесь и молитесь со слезами надежды больная стала повторять вместе с отцом Иоанном слова молитвы чувствуя как будто новая сила вливается в ее ослабевшие члены окончив молитву отец Иоанн после нескольких слов утешения и ободрения благословил больную и пожелал ей скорого полного выздоровления на другой же день она почувствовала облегчение а в новый год встала с постели и в крещение поехала уже в Кронштадт благодарить своего исцелителя за свое полное и чудесное исцеление так силою веры и молитвы великого чудотворца батюшки отца Иоанна больная приговоренная докторами к смерти была возвращена к жизни уже от самых врат смертных русский паломник 1914 год номер 48 чудесное исцеление у гробницы отца Иоанна Кронштадт гробница великого молитвенника земли русской уже начала озаряться лучами его загробного прославления многочисленными чудесами уже целая литература существует относительно этих чудес и мы здесь из многого упомянем лишь немногое крестьянка Матрона Василиса Ивановна живущая по 4 Рождественской улице дом номер 9 квартира 8 рассказывает о своем чудесном исцелении по милости Божией и по вере ее в силу молитв отца Иоанна Кронштадтского 10 лет тому назад Иванова заболела ревматизмом болели обе руки особенно же левая так что больная не только не могла работать но лежа в постели иногда не могла сама покрыть себя одеялом к этому присоединились страшные боли за эти 10 лет Иванова обращалась ко многим докторам в Георгиевской общине сестер милосердия к известному доктору Соколову в Троицкой общине к доктору Баженову в Мариинскую больницу где пользовалась массажем врачи прописывали лекарства для втирания и внутреннего приема доктор Соколов советовал кроме того в ванны но помощь от лечения не замечалась иногда боли затихали но не только работать а и двигать руками и пальцами больная могла с большим усилием доктора утверждали что ревматизмом поражены суставы костей и что болезнь стала неизлечимой так продолжалось до нынешнего года на масляной неделе рассказывает Иванова я видела такой сон вблизи нашего дома стоит карета и около нее толпится народ я спросила что такое говорят здесь батюшка отец Иоанн Кронштадтский вижу что действительно в карету сел батюшка и поехал я побежала ухватилась за карету и говорю благословите и карета исчезла я проснулась в тот же день я решила побывать в Ивановском монастыре и попросить у батюшки благословения и святых молитв как бы у живого веруя что молитва его у престола Господня теперь еще сильнее чем при жизни Бог привел мне исполнить это решение вместе с одной знакомой пришла я в церковь усыпальницу простояла панифиду после которой взяла масло из лампады у гроба батюшки кроме того одна монахиня спасибо ей дала листочек от цветов которыми окружена могилка возвратившись домой я стала потирать больной больные руки этим маслом и листочком и на другой же день почувствовала большое облегчение пальцы стали свободно сгибаться и разъебаться боли прекратились в течение поста я несколько раз была в монастыре прищищалась святых тайн и теперь когда бывает скучно или тяжело направляясь к дорогой могилке у которой всякое горе облегчается благодарность моя безгранична сколько я лечилась без последней гроши тратила на лекарства ничего не помогало а теперь я все могу делать так дорогой батюшка без денег меня вылечил простодушен сказала старушка Иванова закончила свой чистосердечный рассказ уверением что ее родные и многие знакомые могут подтвердить справедливость ее слов о том как тяжко она страдала в долгий период своей болезни а теперь здорово по милости Божией чудесное исцеление у гробницы праведника Божия чудотворца отца Иоанна Кронштадтского весь окончине великого молитвенника наших дней преснопамятного протоиерея отца Иоанна Ильича Сергия Кронштадтского быстро облетела весь мир почтово-телеграфные конторы города Кронштадта были завалены тысячами телеграмм сообщающих о кончине великого подвижника в Кронштадте в Кронштадт стремились и старые и малые и богатые и бедные и интеллигент и простолюдин вновь с 21 на 22 декабря когда тело отца Иоанна последний раз находилось в Андреевском соборе города Кронштадта прощаться с покойным пастырем шли не только кронштадтцы но и много приезжих в соборе было тесно гробу едва можно было протиснуться но народ шел невзирая ни на что шли и больные чаще прощаясь с телом дорогого молитвенника получить облегчение своих страданий я тоже шла в этой толпе сказала мне Татьяна Сергеевна Смирнова и я вообще очень уважала покойного батюшку бывало и раньше у него в Кронштадте последнее время у меня болела рука какая-то странная болезнь на правой руке около ладони образовалось небольшое красное пятно затем оно все увеличивалось и распространилось по ладони и по руке почти до локтя доктора не находили ни лишая ни экземы потому что не было зуда мне было очень неприятно что у меня так испортилась рука узнав о кончине батюшки я поехала с ним проститься но подходя ко гробу у меня явилась мысль помолиться об исцелении руки в своем дальнейшем положении она рассказала что подходя ко гробу преснопамятного протеерея она приложила свою больную руку к руке в возе почившего пастыря мне казалось что рука батюшки такая теплая и моей руке стало так тепло так легко так облегченно почувствовала я себя на утро она проводила тело батюшки вернувшись в Петербург она заметила что рука ее поправилась что ей не нужна та мась которую она в течение долгого времени брала в Палевской аптеке вы знаете это не единственный случай исцеления по молитве батюшки отца Иоанна Кронштадтского среди нашей родни нынче летом был болен глазами мой четырехлетний племянник Митя Каравашкин где он живет недалеко отсюда также на Палевском проспекте его возили в Кронштадт к батюшке в доме трудолюбия останавливались там и батюшку видели подошел он к мальчику и так ласково положил ему на голову руку будь здоров весело сказал батюшка и с этого дня глазенки ребенка стали поправляться мальчик стал совершенно здоров далее в книге описываются чудеса происходящие при жизни и после смерти великого праведника отца Иоанна Кронштадтского исцеление у гробницы 27 февраля я посетил Тверской губернии посетитель Тверской губернии Высневолодского уезда мне было известно что Лаврентий раз первого числа февраля благодаря теплой искренней молитве около горобницы всемирного молитвенника и всенародно чтимого протеерея отца Иоанна Ильича Сергеева получила облегчение своих страданий Лаврентий служит прислугой у госпожи Дойниковой я застал ее за уборкой